Семьи приехали на Красноярские столбы, чтобы отправиться в экологическую экспедицию. Две ночи и три дня они проведут на особо охраняемой территории. За это время им предстоит познакомиться с природой нацпарка и даже помочь его сотрудникам. Подробности в сюжете далее. Садят деревья, садят кустарники, садят деревья, не обижают животных. Юные участники образовательного проекта на столбах делятся знаниями об экологическом поведении. Сюда, на базу научно-познавательного комплекса «Нарым», приехали с родителями, работниками Красноярской ГЭС. Я сегодня приехала со своей дочерью Алисой в семейный отдых на столбах, чему мы безумно рады. И невозможно было отказаться от такой возможности. А раньше были? Вы знаете, я первый раз. За три дня родителям и детям предстоит познакомиться с природой нацпарка, а где-то даже помочь его сотрудникам. Каждый несет ответственность за это место, относится к природе нацпарка как к своему дому. А чтобы относиться к территории как к своему дому, нужно провести здесь хотя бы день с нами. Сегодня участники семейной экспедиции будут устанавливать таблички с названиями «Скал» на самом популярном туристическом маршруте Красноярских столбов «Природа – великий скульптор». Участники уже успели отправиться в экспедицию по Енисею. Это экологическая игра, которую создали грантополучатели «Н-Плюс». Это своего рода ходилки-бродилки, только по маршруту Енисея. Здесь есть такие фишечки в виде корабликов. Сделаны они в том числе из вторичной джинсы. Нам задают вопрос, где начинается река Енисей. Предполагаю, что в Кызыле. Правильно. Со слияния Большого и Малого Енисея. Со слияния Большого и Малого Енисея подсказывают. Все, я могу шагнуть. Вот, я уже бросила два шага. Раз, раз, два. Все, я в Саиногорске. Игра запланирована для проведения в городских библиотеках. Это централизованная библиотечная сеть. И в проекте будет, ну, как минимум, 500 человек участников вот этих игр. Образовательный проект «На столбах» организовал национальный парк при поддержке энергохолдинга «Н-Плюс». За три смены участниками стали несколько десятков человек. Софья Толстопятова, Никита Сегай. Новости прим.